В декабре 1922 года известный американский коллекционер Альберт Барнс приехал в Париж с целью обогатить свою коллекцию живописи. Две недели он ходил повсюду с торговцем искусством Полем Гийомом. Барнс побывал везде. Увидел все, что предлагали торговцы, художники. Он покупал, отказывался покупать, восхищался, критиковал, ему нравилось или не нравилось. Он приобрел друзей и нажил врагов. В галерее Поля Гийома Барнс увидел картину «Кондитер» Хаима Сутина. Он купил ее и пожелал увидеть другие работы художника. Гийом отвел его к Леопольду Зборовскому, продавцу картин Амадео Модильяне, который показал коллекционеру последние работы Сутина. Живопись сияла цветом. Великолепие белил. Ультра-желтый, синий, зеленый и особенно ярко-красный цвета были изумительны по своей экспрессивной, волнующей силе. Эти работы ничуть не уступали полотнам лучших французских колористов. Какой цвет! Ничего подобного я не видел. Альберт Кумбс Барнс заработал огромное состояние на фармацевтическом производстве. Имея деньги, он увлекся живописью и собрал уникальную коллекцию. К тому времени у него уже было более сотни картин Ренуара и около 50 Сезана. Для Барнса были открыты все двери в художественный мир Парижа. Как вы сказали, его зовут? Это Сутин. Странный художник. Сутин? Прекрасно. Я хочу его купить. Немедленно найдите мне этого художника. Сборовский вызвал поле Гийома и попросил его немедленно найти Сутина и привезти его в Париж. Тогда Барнс купил картина Сутина, 54 полотна. Таким образом, Барнс сделал состояние Сутину. И хотя за работу была уплачена сравнительно небольшая сумма, около 3000 долларов, но сам факт покупки целой коллекции более 50 картин молодого, неизвестного художника, крупнейшим собирателем современного французского искусства, казался настолько исключительным, что все парижские художественные газеты и журналы придали ему характер сенсации. Торговцы и спекулянты на картинном рынке бросились скупать полотна Сутина. Цены на картины взлетели с 300 до 15 тысяч франков. Так началась его слава. Субтитры создавал DimaTorzok Моё имя Хаим на языке иврит означает «жизни». Символично, что именно не одна, а несколько. Первая моя жизнь началась в местечке Смиловичи, в 30 километрах от губернского города Минска, Российской империи. Я был десятым ребёнком в семье. Дату моего рождения никто не запомнил. Это была зима, 1893 год. Пусть будет 13 января. Моё будущее было определено сразу после рождения. Я должен был стать спортным или сапожником, как и мой отец. Прежде всего меня определили в местную еврейскую школу, чтобы я научился хоть немного читать и писать на еврите. Выучил молитвы. Но я не думал об учёбе. Я хотел рисовать. Однажды я увидел, как мясник перерезал горло гусю и выпустил ему кровь. Я хотел кричать, но не смог. Весёлый вид этого мясника словно парализовал меня. В итоге я нарисовал его портрет. Отомстить за дерзкую выходку местный мясник решил сполна. Он как-то заманил мальчишку в свою лавку и так поколотил его, что тот долгое время не вставал с кровати. Тут уж не стерпели родители и подали в кагальный суд на обидчика. Их не остановило ни то, что дядей мясника был всеми уважаемый раввин, ни то, что Хаим, как это им публично напоминали, нарушил религиозные правила. Согласно иудейской религии, изображение человека было табуировано. Но еврейская община возмутилась жестокости обидчика, и тот был вынужден выплатить компенсацию. 15 рублей – сумма для того времени приличная. Родители мальчика решили на эти деньги послать сына в Минск учиться на фотографа. В 1907 году начинается вторая жизнь Хаима. На этот раз в губернском Минске, который в начале 20 века с населением в 100 тысяч человек стал одним из крупнейших городов в северо-западном крае Российской империи. В 1906 году здесь открылась рисовальная школа художника Якова Кругера, а в 1909 в школу был зачислен Хаим Сутин. Вместе с ним в школе обучался Михаил Кекоин. В начале 20 века Минск, несмотря на свое быстрое экономическое развитие, в культурном отношении оставался в тени близкого Вильна, признанной культурной столицей региона. Неразлучные друзья Сутин и Кекоин оказались там, чтобы продолжить обучение в Виленской рисовальной школе. Быть зачисленным в школу Сутину удалось не сразу. На первом экзамене он должен был нарисовать конус, куб и кувшин, но перенервничал, неправильно построил перспективу и провалился. Путь назад в Минск был неблизок. Надежды на учебу в школе возлагались большие, и он через некоторое время вновь сдает экзамен, на этот раз успешно. Сутина зачислили в школу, и он стал одним из лучших ее учеников. В рисовальной школе друзья познакомились с Пинхусом Кременем, и троица, как их называли, станет неразлучной на долгие годы. Все трое вскоре оказались в Париже. Париж. Для выходцев из еврейских местечек Париж становился не просто городом европейской культуры и искусства, но более всего городом реальной свободы. Они ведь родились в стране, где еврею легче было переехать в Париж, чем поселиться в Петербурге или Москве, где царствовали бесправия, постоянный страх унижений, насилия, погромов. В июне 1913 года Сутин прибывает на северный вокзал французской столицы. Хаим вышел на перрон с мешком за спиной и несколькими рублями в кармане. Наконец, далеко за полночь он добрался к своему приятелю Кикоину, который обосновался в Улие – общежитии для бедных художников. Пинхос-Кремень годом ранее уже обустроился в Улие. В этом странном жилище было несколько десятков неотапливаемых мастерских, в которых и начинали свой путь впоследствии знаменитые художники. 14 июля в 4 часа утра приятели сидели вдвоем на тротуаре у опера, чтобы занять очередь на бесплатное представление, которое давали в честь национального праздника. Играли Гамлета. И Сутин был очарован. Ему все нравилось – место, скульптуры, декорации и исполнение. Он заявил, что если мы ничего не сделаем в таком городе, как Париж, значит мы и в самом деле ни на что не способны. Лето 1913 года – начало новой жизни Хаима Сутина. В регистрационной карточке Парижской префектуры полиции в графе «Национальность» напротив фамилии Сутина написано «Русский». Сутин днями пропадал в Лувре у полотен старых мастеров. Рембрандт останется для него кумиром до конца жизни. По вечерам он посещал курсы рисования, организованные русской художницей Марии Воробьевой-Стибельской, «Моревной». Она вспоминала. Обнаженная натурщица позировала у печки в одном углу комнаты. Сутин же всегда сидел у стены, позади всех, пряча лист бумаги, на котором рисовал. Привычка эта сохранилась надолго. Он крайне неохотно показывал свои картины, бесконечно переделывая их. Он очень плохо говорил по-французски, плохо адаптировался. У него была очень плохая репутация. Из рук вон плохие манеры. Он не вписывался в общество. В Улье он фактически не имел своего угла и ночевал то у одного, то у другого знакомого. Иногда существование Сутина приближалось к грани между жизнью и смертью. И его картины, которые одновременно пугали и притягивали к себе, гениально отображали этот момент. Живопись Сутина — это нечто особенное. Она может казаться насильственной, бессмысленной, возмутительной, шокирующей. Она может создавать впечатление агрессивного отношения художника к тому, что он видит. Но есть в ней то, что, видимо, нравилось Модильяне, а именно способность Сутина проникать в душу существа, стоящего перед ним. Это наделяет Сутина небывалой мощью, несвойственной другим художникам, что тем более удивительно, потому что он адаптировал стиль экспрессионистов. Сутин переехал в Сите Фольгьер. Так называли мастерские, построенные Жаном Александром Фольгьером, чья репутация как скульптора была достаточно основательной благодаря солидным заказам. Предполагалось, что в мастерских будут работать его помощники. Как часто происходило, среди обитателей Сите Фольгьер появилось и множество никому неизвестных художников-иностранцев. Здесь жил и работал Амадео Модильяне. Сутин нашел приют в студии, которую занимал Оскар Мещанинов, приехавший в Париж из Витебска еще в 1907 году. Именно он познакомил Сутина с Модильяне. В 1915 году Модильяне после нескольких лет увлечения скульптурой вновь занялся рисованием. Карандашными набросками и маслом он частенько изображал Сутина. Модильяне первым увидел в нем талант. Он поверил в Сутина, поддержал его, помогал и боролся за него в тот момент, когда все его оттолкнули. Был случай, он очень известен и говорит сам за себя, когда Модильяне заставил своего арт-дилера Сборовского пообещать поддерживать Сутина, когда Модильяне умрет. Сборовский, конечно же, не выполнил обещания. Первое, что Сборовский сделал, когда умер Модильяне, избавился от Сутина, отправив его на юг Франции. Там Сутин находился на грани суицида, потому что чувствовал себя одиноким и брошенным, без средств к существованию. Дело в том, что жена Сборовского ненавидела Сутина, считала его мужиком. Она была рафинированной польской аристократкой. Но, несмотря на это, дружба Модильяне и Сутина была по-настоящему крепкой. 24 января 1920 года от туберкулеза скончался Амадео Модильяне. Ему было всего 36 лет. Сутин в это время находился на юге Франции, в Сере, и на похороны не поехал. Финансовая поддержка Сборовского была более чем скромной, к тому же Сутин все время был недоволен своими работами. Позднее он специально будет охотиться за своими холстами, созданными в Сере, и практически все их уничтожит. Их объединяло искусство, живопись. Они оба отдалились от своего социального круга, у каждого из них были свои обстоятельства. Модильяне был выходцем из интеллигентной семьи, прежде богатой, но на тот момент испытывавшей материальные трудности. Поэтому, когда Модильяне приехал в Париж, его материальное положение тоже было нелегким. А Сутин был попросту беден. В 1923 году Барнс включил приобретенные им работы Сутина в ретроспективную выставку от Дамье до современных художников в галерее Поля Геома, который пишет для искусства Парижа самую первую статью о Сутине. К середине 1920-х годов цена картин Сутина на аукционах достигала уже 22 тысяч франков. Я эксперт и работаю на аукционах, где продают картины. Я знаю, что люди хотят купить Сутина. Что, например, хотят купить? Коллекционеры и любители хотят купить его портреты. И чтобы на них были изображены руки. Потому что, когда вы видите руки, вы проникаете во внутренний мир человека. А когда руки не изображены, картина стоит дешевле. Любопытно, но это так. Что касается его портретов, то экспрессионизм заключается в акцентуации как бы недостатков персонажей. Складывается ощущение, что они состарены. Они выглядят старше, чем на самом деле. Был забавный случай, когда я только начинал разрабатывать эту тему. Я должен был встретиться и поговорить с Полет Журден, которая была подругой Сутина и работала у Зборовского. Она была моделью Сутина. Он написал ее портрет. Ей тогда было 20 лет. И вот когда я постучал в ее дверь, она открыла мне. Я ее раньше никогда не видел. Я был просто поражен, потому что женщине, которая стояла передо мной, было 82-83 года, но она была точно копией своего портрета, который Сутин написал, когда ей было 20. И за эти доли секунды, которые я смотрел на нее, я осознал невероятную способность Сутина опережать время, заглядывать в душу человека, чтобы с такой достоверностью и точностью изобразить его таким, каким он будет спустя 60 лет. Меня поразил невероятный талант художника. В 20-е годы Сутин много времени проводит на юге Франции. Ванс, Кань-Сюр-Мэр. Он знакомится с Эли Фором, известным искусствоведом, автором истории искусства. О Сутине он написал первую монографию. Фор, пожалуй, первым назвал Сутина великим художником столетия. Впервые в жизни у него есть деньги. Отверженный художник, которого жена Сборовского считает жутким и грязным, преображается в Дэнди. Он носит элегантные рубашки, галстуки или платки из красного шелка, войлочные пиджаки с широкой лентой и прогуливается перед куполом или ротондой, делая вид, что он никого не знает. Сутин всю свою жизнь, как бы это сказать, заметал следы. Сделать так, чтобы никто не знал, какой он. Одним он говорил одно, другим другое. Взять, например, дату его рождения. Одним он говорил одну дату, другим другую. Таким образом, сегодня мы не знаем точной даты рождения Сутина. Одним он говорил, что несчастлив во Франции, другим, что очень счастлив. Всю свою жизнь он вел двойную игру, как будто у него было раздвоение личности. Трудно понять его психологию, потому что человек он был непростой. После смерти Сборовского покровителями Сутина становятся супруги Кастены, которые, по сути, остаются единоличными распорядителями творчества Сутина. С 1930 по 1935 годы он каждое лето приезжал в дом Кастенов в их имении в Леве, недалеко от Шартра, где собиралась художественная элита Франции Жан-Както, Ла-Рошель, Эрик Сати. Для Сутина Кастены отвели весь верхний этаж. Хозяева не только терпели нелегкий характер Сутина, но и старались создать все условия для его творчества. Усилия Кастенов были вознаграждены. Многие работы Сутина осели в их коллекции. В 1937 году Сутина познакомился с Гердой Грот. Они встретились в кафе «Дом». Герда была беженкой из Магдебурга. Она нашла подход к Сутину, и он позволил ей переехать в свою квартиру. К этому времени у Сутина часто случались приступы язвенной болезни. У него в квартире она напоила его подогретой минеральной водой, чтобы как-то унять боль, и просидела у его кровати всю ночь. Став богатым человеком, Сутин не превратился в буржуа. Внутренняя жизнь мало изменилась. Та же духовная жажда и боль сжигают его. Жизнь его полна страдания и страшных предчувствий, и только живопись помогает осмыслить и преодолеть эту боль. Он постоянно переезжает из одной мастерской в другую, как будто пытается от чего-то убежать и обмануть свою судьбу. В мае 1940 года его подругу Герду Грот депортирует как немецкую еврейку в лагерь для перемещенных лиц. Она выйдет через три месяца, вернется в Париж и никогда больше не увидит Сутина живым. В это время в Париже Сутин знакомится с Мари Берте Оранж, с бывшей супругой художника Макса Эрнста. Она будет его последней спутницей жизни. В 1941 году правительство Виши принимает закон о поголовной депортации евреев в концентрационные лагеря. В феврале Сутин снимает комнату. В списке жителей он будет с 15 февраля упомянут как русский беженец, но с заметкой на полях еврей. Эти три документа представляют собой административные формуляры, которые в префектуре полиции заполнялись для иностранцев. Они должны были обязательно явиться в комиссариат по месту жительства. Месье Сутин, проживающий в 14-м округе Парижа, должен был сообщить полиции свой домашний адрес. Этот документ действителен до 23 февраля 1943 года, а этот датирован 3 февраля 1943-го. То есть два одинаковых документа. Они находились в комиссариате по месту жительства Сутина. Париж был разделен на комиссариаты по кварталам. Все было расписано. И документы у Сутина были в порядке. Он был осторожен и никогда не занимался политикой. В августе 1943-го резко обострилась язва желудка и потребовалась срочная операция. Хаима Сутина окольными путями повезли в Париж к хирургу, согласившемуся сделать операцию еврею. К сожалению, она была сделана слишком поздно. 9 августа Хаим Сутин умирает. Сохранились фотографии, сделанные фотографом Роже Андре сразу после смерти Сутина. Измученное лицо художника вобрало все страдания жизни, весь страх и унижение. И лишь букет белых гладиолусов так любимых им цветов, как бы олицетворяет его душу. Я думаю, что он, как все художники, страдал, мучился внутренними противоречиями и нес на своих плечах груз психологических проблем. Поэтому сегодня очень трудно нарисовать достоверный психологический портрет Сутина. Он весьма неоднозначная личность. И это не негативная характеристика. Это, наоборот, вызывает интерес. На сегодняшний момент историкам, мне в частности, очень тяжело дать точное описание личности Сутина. И вряд ли это когда-нибудь произойдет. Сутина. Сутина. Сутина.